Крест, путь древний, путь добрый. Пастор Томас Шальдер. Книга Иеремии, 6 глава, 16 стих. Так говорит Господь. Остановитесь на путях ваших, и рассмотрите и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Господь Иисус, благодарим Тебя за то, что мы находим Твой путь. Благодарим Тебя за водительство Твое. Благодарим Тебя за то, что мы строим свой дом на скале. Мы не мудрые этим миром. Мы Твои дети, и мы мудры Тобою. Мы живем по вере, и это намного выше мыслей этого мира. Благослови эти смыслы во имя Иисуса Христа. Аминь. Молитесь, пожалуйста, за меня. Я знаю, что вы молитесь за меня. Молитесь за наше служение, потому что мы с вами живем в критический момент. Бог говорит к нашим сердцам. Это может быть очень просто, но мы молимся, чтобы это было от Духа Святого. Мы поедем сегодня домой вечером и скажем, «Спасибо, Господи. Я получил свой кусочек пирога, и я понял это, и я верю в это, и я хожу по этому слову. Спасибо, Господи». 16 стих. Мы ищем старый путь, древний путь. Кто в Библии давным-давно ходил определенным путем? Енох. Он ходил с Богом, и не стало его. Ной ходил путем вместе с Богом, и построил ковчег. Авель ходил Божьим путем. Что же это за путь древний? Это не путь человеческий. Это другой путь. И я хочу, чтобы Господь поговорил с нами сегодня. Мы расспрашиваем о путях древних. Это путь, который поведет меня и приведет от одного места в другое место. Это путь на небеса. Это путь к Богу. Что хорошего, если я иду неправильным путем, я хожу туда и сюда, и сюда, я потерялся. Я смотрю на путь политиков сегодня. Вы заметили, насколько опасными они могут быть и их пути? Мудр ли человек в своих мыслях? Первая Коринфянам, первая глава говорит четко и ясно, что мир своей мудрости не познал Бога. Мы хотим другой путь, и мы нашли его. 16 стих. Мы говорим, а где путь добрый? И идите по нему, и найдете покой душам вашим. Найдете покой душам вашим. Было время в Библии, когда люди жили сотни лет, а мы еле-еле до семидесяти дотягиваем, а они жили сотни лет, девятьсот лет. Это было до потопа. Имели ли они покой в душах своих? Здесь написано, и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем. Первое послание Коринфянам, первая глава. Затем мы перейдем к филиппийцам, третьей главу. Первая глава, 18 стих. Ибо слово о кресте, мы можем не заметить эти слова. Они могут стать для нас религиозным изречением. Мы не размышляем над ними, ибо слово о кресте, или проповедь о кресте. Крест — это основной объект наших размышлений, как верующих в Иисуса Христа. Иисус умер на кресте, а мы не хотим умирать. Иисус явил себя глупцом для этого мира, а мы хотим быть мудрыми. Иисус находился без одежды, а мы хотим хорошо одеваться. Иисус был оставленный всеми, а мы хотим быть принятыми, быть популярными. и мы хотим одобрения людей. Но крест, слово о кресте, крест — это то место, где встречает нас Бог. Это единственное место, где встречает нас Бог. Конечно, Он встречает нас повсюду, в классной комнате, под мостом, в подвале, на крыше дома. То, что Он делает и сделал в нашей жизни, когда мы стали верующими, Он хочет, чтобы мы обучились тому, что есть крест. Он хочет, чтобы я начал размышлять, размышлять мыслями, которые бросают вызов моей плоти. У людей нет этого, нет этого древнего пути, уникального пути, на котором действует Бог. у них нет этого пути, но есть много других путей. Это не будрость этого мира. Давайте дальше прочтем. «Ибо слово о кресте для погибающих юродства есть». Думаю, что то, чем мы занимаемся сегодня вечером, может показаться глупостью для этого мира. Они не понимают этого, они не видят этого, они не знают древнего пути, и они даже не вопрошают о нем. У них своя жизнь, они живут своей жизнью. Это обыкновенная жизнь, которая происходит повсюду. А для нас спасаемых сила Божья что? Крест это сила Божья для нас. Слово о кресте. В нем заключена сила Божья. И это крест крест если на него посмотреть, то он выглядит очень гадким, грязным, глупым. Но это сила Божья. Когда Дух Святой спас вас, возродил свыше, вошел в ваше сердце, вы встали на новый путь. Это путь Ноя, путь Авраама, путь веры. Этот путь меняет вашу жизнь. Что же это за путь? Мы говорим, это путь Креста. 19 стих. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов. В 80-е было большое движение, чтобы гомосексуализм был принят в обществе как стиль жизни. Это было в 1984 году. Политики говорили, да это ничего, это никому не будет наносить вред. Гомосексуализм всегда существовал. Просто давайте позволим этому происходить. Вот так происходило. и вот к чему мы пришли. Была сила в этом движении. Это мудрость этого мира. Проблему не решить так, но жизнь можно разрушить. Это совсем другая философия, другие мысли. в этом мире очень много путей. И люди продвигают нечто, окончание чего они не знают и не понимают. Они не понимают, куда это приведет их. Почему так? Да потому, что у них нет мудрости. мудрость этого мира говорит, мы решим эту проблему. И затем женщины убивают людей в утробе. И 28 дней отведено, чтобы убить младенца после рождения, принять решения. Этот мир говорит, мы решим проблемы. Но куда эти решения приведут нас? Куда мы движемся? У кого-то есть малейшее понятие в отношении этого? Я знаю, куда это все ведет. Людей привело распятие Иисуса Христа. Это они распяли Христа. Далее произошло гонение на церковь. Стали убивать проповедников и верующих в Иисуса Христа. Это все мудрость этого мира. Стали сжигать Библии, заключать в тюрьме верующих во Иисуса Христа. У этого мира нет пути Креста. Они не понимают его. Они не видят его. Но если вы возьмете группу людей, такую, как мы, которые обучаются Кресту, знаете, что есть у нас, у нас есть сила. А что это означает, есть сила? У нас есть радость, есть любовь, есть вера, есть истина, есть совершенно другого рода мудрость. это дар от Бога, дар свыше, где говорится об этом Якова Третья глава. Как вы растите вашу семью, ваших детей, вам нужна мудрость. Как вы ведете свой бизнес, вам нужна мудрость. А как насчет вашего брака, вам нужна мудрость в вашем браке. Да, мы все падаем. А что же мудрость делает? Она поднимает нас. она берет крест, идет дальше, потому что в слове о кресте есть сила. Давайте мы дальше прочтем. 19 стих. Погублю мудрость мудрецов. Господи, ты погубишь мудрость мудрецов? О, нет, Господи, у меня вот есть мой смартфон. А Господь говорит, твой смартфон сделал тебя идиотом. Ты знаешь много, но знаешь ты, как перейти улицу, знаешь ли ты, как прощать, знаешь ли ты, как любить своего соседа. Я погублю мудрость мудрецов, которые изобрели самолеты, машины, так много хороших вещей, изобрели инженеры и умные люди, но все это закончится. даже и скептики допускают начало ядерной войны, которая истребит все человечество. Знаете, ее не будет, потому что Христос придет. придет. Мы знаем, куда все движется. Он придет, и этот мир окажется глупцом. Давайте дальше прочтем. 20 стих. Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. У них нет мудрости. Где мудрец 20 стих? Где книжник? Где мудрец? Где книжник? Я встречаюсь с ними каждый день. А как насчет вас? Мудрец говорит, мне не нужна никакая религия. Мне не нужно, чтобы кто-то контролировал меня. У меня есть пенсия, у меня есть образование. Это говорят мудрецы. этого мира. А мы говорим, да что вы? Вы серьезно? Вы мудрый? Вы пойдете на небеса? А я не верю в небеса. Я не верю в Бога. Но я верю в Бога, но не верю в религию. Это мудрец. У него нет этого пути, древнего пути. Вот почему мы благовествуем, открываем наши уста, говорим важные вещи, делимся притчей, рассказываем истории, делитесь, говорите с людьми, говорите с людьми о Боге, говорите о жизни, о ее серьезности, говорите о том, что вы обнаружили в вашей жизни, делитесь вашей верой, будьте добры, слушайте людей, говорите с ними, потому что в их сердцах смятение в это время, потому что мудрость этого мира не принесет никогда покой. куда поведет нас мудрость этого мира? Один человек сказал мне, Америка так сильно изменилась, и я так обеспокоен в отношении моей страны, где я живу, потому что моя страна следует за Америкой, я очень стревожен по этому поводу, и мы делаем то же самое, что делает Америка. Да, Писание исполняется таким образом. Где мудрец? Где книжник? Где тот, который дискутирует об этом мире? не обратил ли Бог мудрость мира этого в безумие? Я предоставлю вам прозмышлять над этими стихами, и они бросают вызов нам. Очень интересные. миром миром измений. Если все так, как выглядит, то мы с вами в очень серьезное время. Но Бог в своей мудрости позволял этому миру в течение всей истории следовать своими путями. А для нас с вами крест – путь жизни. Иисус сказал нам, бери свой крест, пусть это будет реальность твоей жизни. Это Божья мудрость, это Божья сила. Ты найдешь совершенно другой путь, и найдешь покой душам, найдете покой душам вашим. 21 стих. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога, очень много образованных и умных людей было во времена Иисуса Христа. Эти лидеры были очень умны, очень способны, но своей мудростью они не познали Бога, они не узнали Его. Они не познали Его мудрость, когда Он отвечал и давал прекрасные ответы, которые приводили в молчание всех вопрошавших. И может быть, кто-то говорил, возможно, этот человек прав. Почему бы мне не смирить мое сердце перед Богом, и не взыскать Бога, и не найти истину, и искать Его открытым сердцем. Он бросает вызов моей религии, моей гордости, моим молитвам, моим мыслям в отношении закона Моисея. Он бросает мне вызов, и я начинаю понимать. У меня образование этого мира, я очень способен и уменно, я могу заблуждаться. Может быть, Он ответ, может быть, Он говорит дело. Перейдем к посланию филиппийцам, третью главу. Павел в этой главе описывает обращение к Иисусу Христу от того стиля жизни, которое у Него было. И он говорит, что Он так рад, к этому обращению. И Он говорит, что все, что Я почитал преимуществом, Он почел четою. Это Он перечисляет это здесь, что Он еврей от евреев, с коленами не аминова, по учению фарисея, по ревности гонитель Церкви Божией по правде законной непорочной. Но вот Он нашел Бога. Бог нашел Его. Десятый стих. чтобы познать Его. Вот почему мне... Я люблю нашу Церковь. Я чувствую, что мы с вами слышим Слово о Кресте. и мало-помалу мы с вами понимаем. Мы возрастаем. Мы сдаемся. Мы начинаем поклоняться. Он ведет нас. Мы рады идти этим путем и делать определенные вещи. Мы не манипулируем. Мы поклоняемся. Потому что сила в Боге. Мы не делаем эти вещи по нашей природе. Это не наша способность. Это крест Голгофы. Если у нас есть крест, то тогда мы вкушаем реальность. Мы помазаны силой Божьей. И мы способны и открыты для Бога и идем путем древним, который работает. Он меняет жизни. Он помогает людям. и дает покой душам нашим. Мы способны делать дело Божье на протяжении долгого времени. Бог открыл нам это. Мы теряем нашу жизнь и в то же самое время приобретаем ее. Потому что это Его жизнь в нас. И мы следуем за этим. И Павел говорит филиппинцам в восемнадцатом стихе «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, и теперь даже со слезами говорю, поступают как враги Креста Христова». Когда вы читаете это место, вы можете подумать, что это говорится о неверующих. Но вы знаете, Павел пишет верующим. В церкви находятся люди, которые стали врагами Креста Христова. Возможно, Крест заменил, заменило здание, или традиции, или служение, или приобретение, или история. И это все ведет эту группу верующих гордости. И Павел говорит, «Нет, да не будет этого. Как вы стали врагами Христа, врагами Креста Христова». Господи, мы враги Креста Твоего. Если вы любите Иисуса, вы любите Крест. Если вы любите Крест, вы любите вашу церковь, братьев и сестер. вы отдаете Богу первое место, первое место в вашей жизни, в вашем бизнесе, на вашей работе. И говорите, «Господи, веди меня». Десятый стих. «Чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь в смерти Его. «Чтобы достигнуть воскресения мертвых». Он знал, что Он будет воскрешен. Он говорил об этом и ни раз, и ни два. Это будет воскресение. Воскресение тел. Он ожидает лучшего воскресения. Да, мы все будем воскрешены, и мы все встанем перед Христом на судилище Христовым. Но каждый из нас получит разную степень славы. Первая Коринфянам 15 глава. Есть степени славы в воскресении. Павел говорит, что он хочет познать Бога, и он хочет быть участником лучшего воскресения. Это не обо мне. Это не эгоизм. Это о том, чтобы прославить Бога. Я прославляю Бога моей жизнью, когда беру крест. и люди получают пользу от вашей жизни, потому что в вашей жизни действует крест и сила Божья. Тринадцатый стих. Братья, я не почитаю себя достигшим. Знаете, он движется в направлении определенной цели. И он говорит, я еще не достиг. Это еще не завершено. Вы также в вашей жизни можете желать определенных достижений в Боге, но вы еще не достигли. Я могу не понимать, какой мой призыв, какой у меня дар, и какое направление, и какое служение. Да, я пастор церкви, но этого недостаточно. Есть Иисус. И я еще не познал Его. И я стремлюсь. Стремлюсь к цели. И почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Кто-то может сказать, да, ты уже достиг, расслабься. Сядь в кресло и отдыхай. Вы знаете, с одной стороны, я не напрягаюсь, но я еще не достиг. Потому что крест означает свежая жизнь. Божья жизнь, Божья сила, Божья мудрость, которая нужна мне свежей на каждый день. Это не то, что я получил все в один день, и мне больше ничего не нужно. 13 стих. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед. Вы знаете, мы оставляем сзади наши успехи, наши падения. Все оставляйте позади. Идите вперед. Я не сужу себя. И Павел говорит, что я сам не сужу себя. И вы не можете судить меня. Потому что я буду судим в день он на судилище Христовом, на суде Бема. Что же мы делаем? Мы забываем заднее и простираемся вперед. Мы знаем этот путь, хороший путь, древний путь, работающий путь. Мы не следуем за этим миром в его глупости, потому что это скользкая дорога. Люди идут в этом мире коллективом, группами, этим путем. Я не хочу казаться пессимистичным, но говорю библейские истины. мы выигрываем людей и приводим их на другой путь. Мы очень хотим, чтобы они шли этим путем. Мы проповедуем им Евангелие. Пастор Арто и другие из Финляндии, они благовествуют на улицах. Финское общество очень светское, они образованные, и они оставляют церковь. И Натан, и другие ребята, они рисуют скетчборд на улицах, и атмосфера противостоит им. Вы знаете, что это такое? Не так ли? Вы знаете, что такое, когда человек даже рта не может открыть и сказать об Иисусе, потому что он боится. Что же они делают, когда чувствуют себя так? Они молятся. Они молятся перед тем, как начать говорить Евангелие и рисовать скетчборд. Моими словами я могу сказать так, я иду на крест. 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 Вы стыдитесь Евангелия Иисуса Христа? Возможно, да. Почему бы вам не пойти на крест? Иисус говорит, что как меня мир ненавидел, так и возненавидит нас. Можешь ли ты открыть свои уста? Это немного драматичный сценарий, но я говорю об этом постоянно. И картина такова, что всякий раз, когда атмосфера наколена и когда она наэлектризована и говорит нам ничего не говори, держи язык за зубами. И мы говорим, у тебя нет права запрещать нам. В Англии, в Англии так произошло много лет назад, запретили людям говорить о Христе. Джон Уэсли стоял на могиле своего отца, он был пастором и проповедовал на кладбище, и он понял, что Дух Святой был с ним, и что он проповедует истину, он передвигался на коне по разным деревням и городам и проведовал Христа. Также он ездил по колониям Англии и проповедовал в силе Божией, которая изменяла жизни людей. Итак, они в Финляндии рисуют скетчборд, некоторые люди останавливаются, слушают, они наполнены радостью. Правильно? Натан. Наполнены вы радостью? Да, это я тебе говорю, что вы наполнены радостью. Да, это так, наполнены радостью. да, но что насчет оплаты счетов? Что насчет голосования? Что насчет любви к моему соседу? Идите на крест, идите к кресту. Например, вы не хотите вставать утром. Я понимаю вас, идите на крест, встретитесь там с Богом, оставьте там свою ленивость, свою усталость, свои извинения, что вы жертва, что никто вас не любит, что вы ранены. Идите на крест, найдите жизнь с Богом. Павел говорит, даже со слезами говорю сейчас о тех людях, о верующих, которые стали враги Креста Христова. Христово. Давайте будем идти этим путем, древним путем, добрым путем. По мере того, как мы будем двигаться этим путем, что-то удивительное будет происходить. Не обвиняйте вашу жену или вашего мужа. Идите на крест, найдите Бога. Возможно, это не произойдет в мгновение ока, но будьте постоянны в этом, берите свой крест, доверяйтесь Богу, приводите вашу плоть на крест. И вы скажете, Господи, что же происходит, что я делаю? И Господь скажет с небес, а что я делаю? Посмотри на то, что я делаю. Когда ты берешь крест, ты видишь, что я делаю, и мы находим жизнь Божья. Я не хочу, чтобы вы осуждали себя, хочу, чтобы вы были серьезны с Богом. Это ваше дело. первой, кому я сегодня проповедую, это самому себе и, конечно, же, вам. Есть верующие во Христа, которые никогда не понимали, что означает слово о кресте. И это слово никогда не действовало в их жизни. Они постоянно говорят о проблемах, как их всех решить. И никогда не относились серьезно к тому, чтобы встретиться с Богом у Креста и обнаружить новый путь. Аминь. Давайте помолимся. господь Иисус, какая это честь думать о том, как ты оставил небеса и сошелся до к нам. И ты взошел на крест. И ты сказал, я сделаю все, что нужно для вас. Я спасу вас. Я пошлю в ваши сердца мой мир, и он будет как река. Я дам вам совсем другую мудрость, которая поможет вам в вашей жизни, которая будет говорить с вами вечером, будет говорить с вами рано утром. Я помогу вам, я буду с вами. Приходите ко мне, обучитесь от меня. Во имя Иисуса Христа. Если вы не верите в Иисуса Христа и не принимали Его, вы слышали проповедь Евангелие, у вас невероятная нужда, вам нужно спасение. Если вы не примете Христа, вы пойдете в ад и будете потеряны навсегда. Но Бог так желает спасти вас, и Он отдал Своего Сына на крест, и Он умер и воскрес. примите Его, поверьте в Него, и вы станете Его дичем, новым творением. Он простит вам все грехи и даст вам Духа Святого. Это произойдет с вами в одно мгновение, прямо сейчас. Примите Его и скажите Иисусу Христу, Иисус, я верю в Тебя, спаси меня. Ты нужен мне, Спаситель, во имя Иисуса Христа. Аминь. И продолжайте ходить с Богом. Придите домой, отключите ваш компьютер, ходите по вере. Бог с вами, Бог ваш Небесный Отец, молитесь Ему, Он ответит вам. Теперь Дух Святой в вашей жизни, Он наполнит вас Духом Своим, И поведет вас путем, которым вы раньше не ходили, Он ваш Бог, и Он заботится о вас. Во имя Иисуса. Аминь.